здравствуйте дорогие друзья глава шмот пишут мудрецы что она несет в себе очень большие тайны и еще рассказывает нам что произойдет в будущем там есть невероятные символы которые мы всегда повторяем ну например давайте так не уходить в глубины символ куста который не не сгорал когда к нему подошел на шаг к примеру да когда ему бог сказал подойди к кусту теперь сними обувь ибо и так далее давайте вот этот хотя бы кусочек разберем что воплощает в себе вот этот символ о котором мы говорили рабе абарбанель говорил что таким образом всевышний хотел показать маше состояние еврейского народа на тот период и на то что будет бедствия пламя бедствия охватили тонкие такие веточки растение вроде бы как уже совсем страдает и пропадает но на самом деле смотришь она не сгорает смотришь она живет вокруг вот таких мощные сильные они уже давно вы истощили сгорели это было написано это правило действует по сегодняшний день написали мудрецы много бедствия обрушивалась на наши головы за долгую историю человечества что происходило казалось тупик потом тьма вдруг раступалась и все убеждались что вот смотрите не сгорает само существование еврейского народа сути своей идет в разрез с логикой истории является как бы фактом доказательства существования всевышнего земля как хочешь убедиться посмотри вот они не должно было этого быть и когда маша подошел к терновнику его удивило как это так но что вначале сказал всевышний с ними и обувь со своих ног почему всевышний для начала диалога поставил условия снять его опять согласно барбанелю великий учитель до пытался рассказать своим ученикам будущем самую большую и самую главную истину и логику точнее этого мира да обувь это искусственная преграда отделяющая человека от земли конечно она помогает при ходьбе оберегает ноги но вместе с тем она лишает человека возможности ощущать землю по которой он вступает то то есть человек теряет понимание земли и не случайно адама когда изгнали из эдемского сада бог ему что отдал одежду но обувь он ему не давал и не случайно коины потомки великих первосвященников священников служат храме босыми ногами а паломники которые шли в иерусалим снимали при входе в храм обувь все это все что происходит в этом мире до рабство избавление всякие там чудеса и наоборот это суть всего это просто воля всевышнего она не ограничивается никакими рамками бесполезно урок этого всего состоит следующем бесполезно искать материальные причины тех или иных событий и вот когда он говорит место на котором ты стоишь свято означает что принцип по которому ты размышляешь там как как это будет и почему но горит это не работает все нет логически человек логически не может прийти к выводам бога бог мыслит иначе если мы понимали бога мы б сами были богами поэтому когда мы вглядываемся в сегодняшние события иногда да можно найти следы человека но понимать надо одно все идет вот так как бог сказал и она ведет в зависимости от нашего поведения в ту или иную сторону идет туда куда сказал бог мы порой спрашиваем себя как придет вот это избавление о котором рассказывают как народ который там например там сегодня ведет битву со всеми мировыми арабскими террористами и с мировым антиземитизмом то есть практически 90 процентами мира да при абсолютном попустительстве всех да как он может такое сделать что написано как он отстроит храм и надо понять самое важное еще раз говорю урок нашей недельной главы ответы на эти вопросы лежат не в сфере логического прогнозирования а целиком зависят от божественного решения которое для нас непостижимо по своей сути и вот это маша рабаину понял в начале своего пути перед тем как освобождать идти евреев а нам это надо понять сегодня чтобы понять какое-то избавление от человека требуется просто идти следуя воле творца он говорит много не умничать я вам все сказал да идите исполняйте заповеди учите тору делайте добрые дела это единственный путь который приблизит вас ко мне остальное я сделаю сам вот такая дорога брахава от слаха а